В Нуринском районе строят молочно-товарную ферму, растительную систему для полей и парк для отдыха местных жителей. Между тем, по проекту «Аул Ельбисыгэ» приводят в порядок дороги. Аким области в ходе рабочей поездки осмотрел строительные площадки и побеседовал с руководителями крестьянских хозяйств и подрядчиками. Какие объекты уже сданы, а что только планируют открыть, об этом наш репортаж. Строительство молочно-товарной фермы в селе Кубите уже началось. В год здесь будут выпускать по 10 тысяч тонн молока, говорят сельхозтоваропроизводители. Комплекс рассчитан на тысячу голов дойных коров. Новое предприятие обеспечит сельчанам дополнительные рабочие места и увеличит долю производства местной продукции. Этот инвестиционный проект представили главе региона в ходе рабочей поездки по Нуринскому району. Стройка началась, соответственно, уже проект поезда прошло экспертизу. Стройка идет чуть больше, ну, где-то месяц. Видно, что темпы неплохие у нас. По поливалке он сказал, тоже определенный шаг сделан. Работа ведется с поставщиками, основной поставщик здесь находится. Общий объем инвестиций составит 5,9 миллиардов тенге. Из них 2,3 миллиарда уйдет на возведение объектов, 1,3 миллиарда на оборудование и спецтехнику. В итоге здесь будут три коровника и один телятник. Использовать планируют современную автоматическую систему содержания скота. На проект мы планируем выйти, если все пойдет по бизнес-плану. Первую партию мы завезем в следующем году осенью, то через год мы выйдем уже на полную мощность. Также здесь ведут строительство водозаборных сооружений, сетей водопровода и электроснабжения для регулярного рожения полей площадью в 700 гектаров. Показали главе региона и современный зерночиститель. Отчитались и по ремонту дорог в Нуринском районе. В рамках проекта «Аул Ельбис-Эгэ» асфальт будет уложен на семи улицах. Термометр, то есть можно проверить температуру глюкозы в крови, ЭКГ, которые можно проверить. Все это мобильно, все это, видите, оно работает автономно. В селе Байтуган открыли новый фельдшерский-акушерский пункт. Старое здание было приспособленное, но без ремонта. Теперь созданы комфортные условия. Скоро обновят мебель и оборудование. Также ждут приезда медицинских специалистов. Побывал Акимобласти и в местном Доме культуры. Теперь обогревать его будет современная модульная котельная. Занимаемся земледелием, зерновых этими культурами. И решили построить парк для молодежи, чтобы молодежи отсюда оттока не было. В целом проект на 168 миллионов. Здесь игровые площадки, варкаут, зона отдыха, флагшток, память о ветеранах войны, стенд. Вот такие вещи. А вот для населения местный предприниматель решил построить парк. Он сам здесь когда-то родился и вырос. Теперь решил создать условия для отдыха, чтобы молодежь могла с пользой проводить свой досуг.